28 ноября в прокат выходит сиквел мультика холодное сердце сегодня пройдемся по местам которыми вдохновлялись создатель анимационного фильма и посмотрим как выглядит королевство эрендал в реальности казалось бы все что мы видим в мультиках выдуманный мир на самом деле команда аниматоров почти всегда опирается на реальные истории и географические места менеджеры по локациям активно колесят по всему миру в поисках источников вдохновения никто не собирается точно воссоздать реальность настоящие пейзажи помогают создать живой и правдоподобный мир в основе практически всех волшебных историй диснея лежат места куда вполне могут добраться туристы как пояснил продюсер мультфильма питер дель веча источниками вдохновения для холодного сердца послужили норвегия исландия и финляндия с их культурой и колоритом экспедиция помогла нам наработать много убедительных деталей и нам важно чтобы зрители поверили будто эти локации существуют на самом деле фильме нет точного места из этих стран аниматоры использовали все локации чтобы обогатить мультфильм узнаваемыми деталями придумав историю двух принцесс одна из которых обладает невероятно ледяной магией команда фильма обратилась в начале 2010-х годов за помощью к совету по туризму норвегии визит норвей чтобы тот предложил им интересный маршрут по стране поначалу совет отнесся к идее без энтузиазма но когда в 2013 году холодное сердце стало кассовым и оскароносным хитом а туристический поток в норвегию сша вырос 300 тысяч до 1 миллиона посетителей настроение резко поменялось и уже в сентябре 2016 года питер дель веча режиссоров криса бака и дженнифер али и продакшн команду сиквела принимали с распростертыми объятиями диснеевский тур занял в общей сложности две-три недели команда каталась по фьордам исследовала леса и ледники побывала у сородичей свена эта сентябрьская поездка повлияла на тональность сиквела если действия первой части происходит сугробу и льдах то вторая окунет зрителя в буйство осенних красок создателям фильма хотелось развить рассказанную историю выяснить откуда же увели взялась ее ледяная магия для этого было решено вывести героев за пределы королевства эрендал первая точка диснея тура для обеих частей холодного сердца город буде это второй по величине город в северной норвегии воображение сразу рисуют сугробы и лютые морозы но из-за расположения среди фьордов и течений температура здесь зимой не опускается ниже 2 8 градусов в нескольких километрах от города на пляже лангсанды можно встретиться с леди авророй так гиды называют северное сияние аврора бареалис или дива очень капризна даже в самый сезон сентября по апрель она может и не явиться но ее можно встретить в открывающей сцене холодного сердца помимо северного сияния в норвегии есть и другое чудо совершенно потрясающие закаты за полчаса солнце уходя окрашивает небо и воду в немыслимые голубые розовые оранжевые оттенки это настолько красиво что художники специально приезжают рисовать норвежские закаты наверняка одним из них будет любоваться и анна с эльзой прообраз морского берега откуда эльза босиком и стремляется в волны находится в исландии в норвегии же аниматоры вдохновились в том числе и одним из сильнейших в мире приливных течении сальстраумен четыре раза в день вода здесь образует водовороты диаметр которых может доходить до 17 метров и в глубину до пяти метров водовороты сальстраумен одна из главных достопримечательностей региона посмотреть их можно с гидами на риф сафари костюм эльзы в котором она отчаянно бросалась в океан частично отсылает именно к этому спорту все знают что норвегия страна троллей они притаились виде огромных камней и скал а также в многочисленных сувенирных лавках холодном сердце тролли помогают спасти маленькую анну от ледяной магии эльзы и принимает активное участие в судьбе героев во втором фильме найти таких каменных тролли можно в любой части норвегии но нам нужны конкретно те что находится на знаменитых ледниках свартистен свартистен считается самым низким ледником в европе так что добраться до него можно без труда и специальной экипировки сиквеле анна будет лихо взбираться на них своих сапожках на каблуках издалека свартистен выглядит голубым но на самом деле лед бесцветный и просто отражает небо пасмурные дни ледник выглядит не столь праздничное гораздо больше похож на суровое ледяное королевство эльзы из первого фильма у подножия ледника можно встретить снежного великана из первого холодного сердца того самого которого эльза создала для битвы с анной кристофом свеном и олафом по легенде создатели холодного сердца кристоф сирота в детстве он нашел маленького олененка свена раненым спас его и они стали неразлучными друзьями потом парочка прибилась к ледорубом а позже их усыновили тролли во втором фильме мы увидим не только сородичи свена но и тех кто занимается оленеводством саамов коренной народ северных стран эльза и ее команда отправляются из эренделла далеко на север чтобы найти природу ледяной магии и попадают в волшебную страну нортлдру чьи культуры и жители вдохновлены именно самыми продюсеры холодного сердца тесно сотрудничали с представители саамского парламента и советов саамов которые помогли разработать новых персонажей их внешний вид язык и образ жизни продакшн команда побывала в гостях у саамского сообщества а затем пригласила на студию лос-анджелес директор саамского киноинститута анна лайлу уци для консультации дубляжа впервые в истории саамов такой крупный проект будет специально дублирован на их языке аниматоров холодного сердца к оленям не возили наоборот живого оленя привели к ним в студию правда дали указания рисовать свена немного похожим на собаку из-за этого и повадками и ростом он несколько отличается от настоящего северного оленя тем не менее у него есть свой прототип ангел его как и свена семейство оскал 7 лет назад спасло осиротевшим маленьким и слабым воспитав как домашнего питомца из северного будды перемещаемся южнее в берген второй по величине город норвегии он был основан в 1070 году и до 1299 года был столицей норвегии и крупным торговым центром через него шло 90 процентов экспорта сегодня берген считается центром нефтяной промышленности и рыбной торговли именно здесь можно обнаружить королевство эрендал вдохновением для его улиц послужила знаменитая средневековая набережная брюген включенная в список всемирного наследия юнеско 17 разноцветных домиков самые фотографируемые в мире и самые многострадальные деревянный гонзейский квартал с момента основания постоянно подвергался пожаром самый разрушительный с которой был в 1702 году тогда набережную и весь квартал пришлось отстраивать практически заново во время второй мировой войны у набережной взорвался немецкий корабль с динамитом нанеся брюген серьезный ущерб окончательно добил его пожар в 1955 году после чего часть деревянных домов разобрали и устроили внутри торгового квартала широкие проходы чтобы оперативно действовать при очередном катаклизме в эрендале такие проблемы решаются одним взмахом эльзиной волшебной руки хотя в холодном сердце 2 мы увидим как и сила ее магии уничтожила город похлеще корабля с динамитом из бергена переезжаем еще южнее четыре часа на корабле и в балистране одном из самых красивых курортных городов норвегии вокруг горы и леса изумительной красоты это водная гладь саник фьорда самого большого в европе фьорда и второго по величине в мире после гриландского скорбь вдоль него можно видеть множество живописных скал и водопадов один из которых местные прозвали женской головой за сходство с длинными волосами отголоски этого великолепия можно найти как в первой так и во второй частях холодного сердца когда герои отправляется исследовать мир за пределами королевства именно из-за фьордов туристы начали приезжать в балистран еще с конца 1800-х годов когда их начал принимать отель квикнес квикнес до сих пор считается самым большим деревянным комплексом норвегии анфилада комнат одна из которых полностью отделана деревом с резьбой скандинавском стиле терраса выходящий на безмитяжный залив фьорда все это послужило основой для королевского дворца эльзы ты увидишь его когда эльза будет петь новую песню вновь за горизонт королева пробежится по коридорам дворца выйдет на террасу и затем на берег с зеркальной водой недалеко от отеля находится деревянная церковь святого олафа именно ее вариацию ты видишь в первом фильме в сцене коронации эльзы а тем временем наше путешествие сквозь фьорды розово-оранжевые закаты и пахнущие сосны заканчивается в берген надеюсь тебе понравился этот небольшой рассказ о большой работе команды дисней теперь ты знаешь в каких местах искать главных героев мультипликационного фильма холодное сердце и можешь поделиться этим с друзьями спасибо сайту кинопоиск и автору статьи ольги белик и за предоставленный материал а на этом все подписывайся на канал оставайся теплым пока